я видео восстановила когда этот мальчик пришел ко мне я 10 программ скачала блять ни на одну не скачивалась вот это 10 блять мне программист один сказал и восстановил где и кого я дома какой я домогатель блять там педофил блять и короче 24 назначили я начала наезжать ищу блять сюда ходить пусть идет бумагу написала она если еще когда-нибудь где-нибудь ну чуть такое вылезет у нее и и саму это осудит какой я педофил учет что за глупость ну так от лего ты знаешь вышла блять как на работу сейчас люди я ничего не удивляюсь зато приобрела двух клиентов судью и адвокат у нас у тебя тюрьма клиент только времени потрачено до пиздец первый день 6 назначили 8 ночевое ходьба ходьба раз к никому не нужна ходьба кистец да этот кондер мондер это такое дома стоит которое такое не навешенное на все это тоже потому что она квартира у меня все приходит блять избавиться от мебели за что это не передо фига и это продать чтобы быстрее у меня 40 миллионов хочу за квартиру ну да у меня это уже ремонт хороший но у наших блять денег нету люди это нищие к сожалению приходит просто вот смотрят и все вот ипотеку плохой да ну и дужи для ну это присоединить по этой ипотеку сколько восемьдесят миллионов она выйдет там же один к одному кто возьмет у кого нал есть над саулов люди у кого корова как конь курочка с бараном ну сейчас видишь ты город мечта блять туристов же город господи сейчас может и дверей какой-то олигарх я искренне сомневаюсь но 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 может 38 ну не меньше 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 а там сколько он тут 4 120 квадрат а здесь вот тупик блять в этом буха саванский честно сказать вот хорошо и что остается делать бухать работает работать бухать все больше тут вообще блять делать нечего когда у тебя еще быт налажен все налажено вот одна и одно и то же каждый день тима вот с работы домой с дома на работу все домой придешь поел поспал ноутбук посмотрел все утром встал блять опять работа дома все ну куда даже идти некуда вот честно куда идти лохаш да не выйти никуда каждый день по магазинам блять столько не зарабатываешь чтобы каждый день по магазинам шараёбиться вечером выходишь уже магазин закрытый даже так возьмем вот эти вот эти куда чё как даже блять не знаешь одно и то же вот в балкаше я чё начала замечать обыденность может мне просто кажется или у меня просто дел нету а у людей до хера и у тебя чуть-чуть то же самое дом работа работа дом больница все что что-то у тебя другое одно и то же тоже да да то есть тут выйти некуда пойти некуда блять кто любит озеро ладно поехали там один день в неделю два раза в неделю ну блять постоянно на озере тоже не будешь или жар блять я его и не уберу в неделю я и один раз не пойду но я не знаю что тут такое эта местность и пик я не знаю что при Bing дадапа это до в Да, зарабатывать бы по 500 тысяч в день. Да. Я бы нашла, чем заняться в вечернее время. Чё-то, блядь, 500 не выходит. Блядь. 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 classique. нету, честно. Будки эти, мороженое, мороженое, все. На, блять, от 600 и вышло мороженое, стаканчик. Ну да, вот вышло пятером. Просто посмотрите, он у меня там установлено, он в объединении на волосы. Ну, люди звонят, как-то, на 20 тысяч. А это, я его угадала сразу, не видели, в реактивном телефоне. Сейчас скачала, так дайте мне посмотреть. Дома отдыха. Домик 120 тысяч. 120 суток. Никого там ничего нету, как-нибудь не подустало. Домик 120 тысяч за тонн. Спрашиваете, за что? Написано, теннисный стол, три комнаты. Ну, в общем, сосучная зона. Ну, беседка, блять, сосучная зона. Пилалочка, блять. Ну, что там, бассейн. Эти надувные, блять, бассейни понасухают. Поставят, блять, бассейн. Поставят, блять, 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 блять. Поставят, блять, блять. Поставят, блять, блять, блять. Не. Где он? Где он до Québec, я сам спала. А, сам спала. А, не лишения только вынески, да? Да, это просто анализы на番олезния обморит. Да, вот это вот, как, ну, как, ну, вот, эти как, ну, вот, вот эти, как, наставленные тетки, то есть. Направление вот, прямо-таки, блять. А потом чувствовать, когда сгодить и тогда будет понятно, да? Да, потом там проверять, чувствовать. Какие-то она измертывала в целом. А ты зря там не видишь, интересно. А что-то обоево. Мне прям даже интересно. Может мне так извинить глазёртую или желудую. Вот так вот. Да. Да. Нет. Нет. Продолжение следует... Мальчик потерялся в Живкомраде на днях? Да, да. Я не понял. Мне что-то Жан Сейх написал, и тогда нашли. Ну, пока, в Живкомраде. Он, короче, пришел, говорит, что такой мальчик потерялся, кто-то показал. Я ему говорю, он мертвый, утонул. Через два дня Жан Сейх мне пишет, нашли. И что-то он написал, я ему написала живой вопрос, и он что-то написал, и удалил. Ну, вот сколько дней пишу ему, что там, что там, молчит, дядя. Наверное, он как я сказала. Наверное. И вот и вчера писала, и вот вчера написала, и что-то он молчит. Ну, кого-то спросит, он все знает. Маленький мальчик. Сколько за ним здесь? Двенадцать, четыре. Да, да. Симпатичный что-то такой. Ну, в Живкомраде, что-то много пропадает детей. Тут раз этот гераспил мой клиент там. Сколько лет еще он, Аллахаббар. Он говорит, он дал, ну, у него что-то травма отбирала, у этого мальчика. Угу. Он же не полнорадский. Раз ли не полнорадский? Он по второму. А, здесь же он не что-то, пожалуйста, что-то угрозит. Да, угрозит, да, пошел. А, просто дружили, наверное. Ну, он, это, со второго. А-а-а. Он дрался, может быть, стена, стена. А я что-то думала, он как-то... В универ поступил, он гнать начал. Он что-то пришел в последний раз, я помню, в этот кодек. Угу. Это еще на Оле Ханова было. Угу. И я этот сидел, сидел, знаешь, с экранными глазами встал, он еще... Угу. И ушел. И все. И потом он идет ушел, я воник, и потом он не идет, что он это. И все. Ну, мне кажется, он где-то вратский. Если живой. Я его не вижу. А, ты видишь? Да. Друг говорит, когда он тот день, когда он лежал, на втором этаже, он спрыгнул. Да. А от отца уходил, ну, смотри, они у него заклеили. А. А. А я бы не хочу, ты знаешь, сказать, что это в комнате. Я бы мне кто-то в комнате рассказывал, я бы мне кто-то в комнате рассказывал. А-а-а. Да, он высокий дом, дома. А-а-а. А-а-а. Нифига. А может быть, сплатным будет? По-сторонным? Ну, мне кажется, он живет, просто где-то... Либо бомжует, либо, как-то я сказал. Ну, вот, как кто-нибудь взял в дом, и живет там. Ну, как скоть, может, ухаживает. Может, где-то на какой-нибудь заправке или стоянке. Ну, как, по-сторону идет, живет там, а работает за тарелку вот эту, и здесь. Домой, типа, как стрёмно вернуться, понимаешь, ну, как, весь балка же знает его все равно. Бывают такие же страхи, стрёмно вернуться, опозорить родителей, себя, что вот он завал, там быть может быть, ну, такой же может быть. Ну, тем более, люди будут сидеть, и что, бомжа, там, со мной с нашими друзьями. И пока, может, где-то и хочет вернуться, мы живые. И поднимаемся. Прошли. Прошли. Ну, а вот, наверное, вот она. Дэнсу ей все-то начисал, скалом лада маленький. Ну, это будет отзывание, и на что-то каломажет. Ну, удалил. Я ему пишу, что там, что там, гад, быстро, и он молчит, главное, в какой день. Я думаю, я же прошу, какой вот этот, какой младший танец. Аааа, надо ее сами напускать. Кто-то, может, поможет, она. Он-то точно прям там витамикук держит, он точно про это все знает. Они же там дети же, собираются. Угу. Страшно? Угу. Потому что, у меня уже не так. Угу, что, у меня тут. Да, умер, это как-то... Ну, человек умер. Ну, ты знаешь, да? Да, вот ты, похоронили там. Угу. Угу. Ты не думаешь о том, что он в чем-то нуждается, может он голодный, как он, что, может его кто-то избивает, ты об этом не думаешь. А когда человек именно пропал, ты его не нашел, мысли, ты из детства, ты не в жизни, а вот это не в жизни. Ну пусть умрет, ну похоронится, увидит, да, чем жить с мыслью, ну вдруг кушать хочешь, вдруг еще кто-то, кусок горла, бля, здесь не будет. Пойдешь одеваться, будешь думать, блядь, а вдруг он где-то раздет и холодный, блин, ой, не дай бог, это страшно, это самая такая, мне кажется, страшная вещь, это пропаза. Нет, у меня у клиента, у одного сын с девочкой поехали на югидирик. Романтика устроится, кинь. Мои звали, друзья, какая там мотива романтика. С шестой годы еще. Романтик. Ну и тем, наверное. Ну то, что поехали точно, лодку нашли. На берегу там, а люди, они, 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 они... И девушку, и парню. Отец, дедку линия. Это самая, она. А я ему говорю сколько было летать, но она так же поехала за спину, если утонули, то как сказать, да она наверное не умела плавать, наверное его укропила там, либо у нее там, либо яс, да, или нужно их такие вот, он каждый раз что-то от злой степи, ну разное придумывает сам себе. Из этого лучше, когда знать, что это, умер, похоронил, ты знаешь, спокойно мозг спит, чем когда человек пропал, и ты уже думаешь ой, а вдруг голодный, а вдруг и все-все-все-то. Ну я с 2010 года, с 2010 года, из 10 лет искала же свободного брата, по отцу. Два года назад я его нашла, иди меня, кто позвонили. Вот, а я его искала, началась хоть мне делать 10 лет, я его искала, иди меня искала, ты, ты. На шпи, а он умер. А мама, я оттуда его позвонили, и говорят, что это, ну, что я его, он не смогла бы найти, да? А он где, где нашла? Нет, а он давно, этот, он жил со своей матью, с первой, был отца второй, умер, 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 умер. В Бомске жил, и был богатым человеком. У него фирма была монтажница. Сорвался он. Полез что-то там проверить, и просто, пожалуйста, что-то там не сорвался, смотри. Самое интересное, ну, мне, это, жди меня, дали Натальюшку. Уточнить, точно ли он, или не он. Я это проклонила бы, чтобы Натальюшку. Она мне говорит, наследники, сыния и Ольга. Я, извините, спросила, кто наследники-то, наследники, они говорят, сыния и Ольга. Я подразумевалась, я ее говорю, в смысле? 26 декабря это было, два года назад. А она мне говорит, ну да, сыния и Ольга. Ты не ошибаюсь, здесь подняла вот ваш артист. А я говорю, допустим, может, меня же зовут Ольга, а дочь зовут сыния. У него жену звали Ольга, дочь сыния. Прийти. Совпадение, да? Мы никогда не, мы один раз только в жизни были. А я его с 10 лет искала, и мы именно вот эти, до такой степени, что я не думала, что и дети у нас родились в один день, на год родился только. Моей 20, а ее рода через 21, 31 декабря будет. Пришли, чтобы поделила. Ну, там девочка ебанутая, конечно, она вся, это, татуирована. Ну, я с ней не этот, мне с ней не нашла этот язык. По WhatsApp пообщались, и по WhatsApp пообщались, и по Instagram, и по отображению. О, будет. Ну, чужие люди мы. Если бы, что может быть, брат Бог, а с ним бы какие-то отношения наладила. И что-то бы может быть. А она мне кто, я ее знать не знаю. Да, мою роду, брата там, дочь, ну, когда дочь вся в татуировках, а я такие вещи, не татуировку, не признаю, блядь, не такие наклейки, блядь, на теле. Ну, для меня это, и моя дочь тоже глянула на это, Алексей говорит, Мам, ты че, там не надо, как-то, нет, че такие вещи. Мы в мусульманской стране живем. Нам это зачем, вот эти разокрашенные морды. Вчера парня видели, блядь, вечером домой и шли. Шея в огонь, что ли, или что-то там рисунок очень. Ну, татушки. Блядь, ну зачем это, ну, вообще сними вещи, иди так. А баб сколько стало с этими татуировками, полгорода, казашки красивые, высокие, тут вот проходила на днях, ебать, да на нее смотреть, страшно, сама красотка, лицо ебать, руки. Вот так, все, прям вот от плей, вот эти плечи, и обеи руки у них проходила, я стрижусь, и я говорю, смотри, я густая вижу, блядь, обезьяна идет в колокольчик. А Мам говорит, в смысле, я говорю, ну, блядь, разве это женщина, как я говорю, самая красивая, высокая казарка, высокая, волосы, блядь, двиняющая, стройная, волосы, прям красивые, сама лицо тоже красивые. Ну, вот эти татуи, все обезьяна, блядь, ну, зачем это? Ты домой так здесь нахуй приведешь? Скажи, я че, блядь, пока детям буду говорить? Да, не нравится, не нравится. Ну, вот я и говорю, ну, о чем, и че это такое? Я вообще, один раз приходу домой, Настя, блядь, это слово, есть ли какую-то жвачку купила, и там и были вот эти седа клетки носила, с языком лижешь? Да, да, да. А я, блядь, ты знаешь, у меня мысли, как я ее отпиздила, заставила, прям, эту взять терку от посуды эту и тереть, чтобы все убрало, красно было. И сказать, я, блядь, пришиву, не блядя, не блядя, прям, даже спрашиваю, что у меня отчества, блядь, не было. Не, не, у меня сразу ребенка не будет, эти сразу, да. Я насчет этого вообще терпеть не могу, эти татуиоры. У меня даже следит, видите, как у меня у кого нет, этот кусок. Кстати, а, вру, есть, есть один, есть, точно, есть, есть один, блядь, забыла, поняла. Один есть, 90% от этого уровня, я поняла, забыла. Деверь, я поняла, ага, забыла, кстати, есть, есть один. Вчера заезжала, господи, хотела застричься, я отказала. Сказала, завтра напишу, или после завтрашки. Есть, есть один, точно, вот, блядь, чуть не соврала. Нет, такие вещи, нет. Татушки идти, пойдем. Страшно, мне здесь, отрывки. Сейчас мужики меньше делают тату, чем бабы, блядь, между прочим. Бабы 90% дают, смотришь, блядь, татуированы, чем парни. Лучшая часть, ага. Лучшая часть, ага. Да не, это Южная Корея, она безвредная. Сильно много ситых. Даже незаметно будет. Ой, блин, шок. Прям сильно просто. Удостоверение не менял в ближайшее время? Не, в 26-м только минут. Блядь, мне надо 8-м августа надо удостоверение сменить. Так не хочу туда идти. Это пипец. Сегодня я хочу попробовать онлайн. Типа очередь? Или просто желание отсюда? Вообще не хочу идти никуда. Онлайн, а как он? Онлайн меня еще достали. А фоткаться? Там же. Где онлайн? Там же. В этот, как ее? Камера, вов-камера. Ага. Была раньше такая услуга. Сейчас хочу посмотреть сейчас. Теперь не думаю, что-то вчера забыла. А там фотку, ты думаешь, надо принести? Нет, там фоткают. А отцу он недавно был. А, вы ходили? Осенью, да, что ли. У него тоже как раз время прошло. Ага. Мы туда сходили быстро. Да? Там и этот сделали, как там. Визор, типа виза езжа. Паспорт. Паспорт, да. Улайн папу, видите, по нему. Что-то он тебе понадобится по-любому. Куда не поедешь. Вот срок бесплатный. Быстро делал. Я еще заплатил, чтобы быстро не месячь дать. За неделю. Ну да, там сколько-то дней. Не то же на одном слое. Я так расскажу. А заплатить где платишь? Там же в кассах. В этой. Там в Сонне прям. Так, так. С утра поедите. Ты просто не рано и утра дала. А то там параулы. Ты ей говоришь, да, тебе-то не пусто. Там пенсионеры, пенсионеры, пенсионеры там. Ты сразу раз удела. Первая в общем, займет. Да, конечно. Пощажи там. Ну, вычерова. Ну, пока с утра просли. Сразу, сразу. Нет, мне как-то не надо. Я вообще поверения хотела поменять. Почитала, бля, это там все как гимнаэля. Да, да. Ей еще хотела. Шак с Хельгой назад хотела. Я же, у Хельга же, по-ледень по-немецки. Ты сейчас моешь с этим бальзамом чуть-чуть? Потому что лежачий стал более. Чистая немка? Да. Мама, баба он была? Ага. А, папа, шак. Куда? Как и сделали. Приехала полиция, штрафовали. Надо звонить, специальный номер приедут заправить. Ты забираешь работу у другого, мы забираем у тебя деньги. Да ну, вот с мам. После... Они меня за 4 года вот тут встали, эти фашисты. Сказала, роднее Казахстана, ни хера нету. А что? А какие годы? 98-й, 99-й, 2000-й, 2000-й, 2001-й, 2002-й. Паша, сейчас дочь сам родила? А с одна дочка? Вот. И один сын, да? Ну, та фашистка старшая, да? Хочешь чувствоваться, что он сам рожден, наверное, блядь. На днях приезжала с Астаны. Ой, блядь. Где вкусно кормят? Я иду дома, блядь. А она мне говорит, я не ем домашнюю еду, представляешь? Ну и довела меня этот, я молча, она уехала, все это не молча. Я сказала, премьи опять тебе что-то скажу. Перестала с фубботы деньги сглать, уже вторую неделю, ни копейки. Ага. Я сказала, дома будешь теперь. А то, мам, а что вас, еще не открыли им? Тайфси, блядь, у вас Тайфси, я тебе хочу сказать. Ты знаешь, Тима, я ей говорю, а это что, лапша? Я, блядь, даже не знаю. А, мне кажется, что, мам, кафешка такая. А я ей говорю, я думала, лапшу хочешь? Хотела сказать, ну пойдем я тебе пить, пакет куплю, какой хочешь, заварим, блядь. А это, кажется, кафешка. В Макдональдс я хожу, вставили вот эту кафешку, блядь, самую, эту кафешку, блядь, теперь домой еще. Квартиру в паркинг-фу оплатили, 60 тысяч с первого часа. Сама оплачу, деньги переведу и все. А то, кафешки жрать хочешь? Ну, такие вещи тут, ты че, это не наберешься, Тима? Потом родственники пришли в пятницу, я как-то в пятницу утром ушла на работу, она уже уезжала в пятницу, я не провожал, честно говоря. И когда она, вдруг мне племянница пишет, тетя, у Ксения расческа за 10 тысяч ест. Это все, это было предел, блядь, вот эта расческа, я сказала, будет у тебя, блядь, три расчески за 10 тысяч, блядь, че за расческа, Тима? Тома расческа. Блядь, походу, еще волосы сразу, знаешь, такие, становится, как ты хочешь, блядь. Я чуть не охуела. Я ей слова не сказала, ну, думаю, в дорогу пусть. А в субботу она приехала, ну, и, кстати, на субботу домой, наверное, и драйвер еще, я все оплатила, и драйвер, все, ничего, никакое. А потом, этот, в субботу утром я ей написала, ты приехала, она мне пишет, еще в час ночи, и все, я больше не сказала. Она мне позавчера послала гороскоп для раков. Даже не смотрела, я тебе честно. Мне не надо. Здесь пишешь расческу, ты че за расческа? Да.